Все семьи разные, все люди разные, все делают свой выбор и живут так, как нравится им. Кто-то не заводит детей, а кто-то рожает много и часто, как героиня сегодняшнего видео. При этом все семьи объединяет одно – это страх. Все боятся одного – потерять друг друга. И в семье, о которой сегодня пойдет речь, произошло непредвиденное. Всем привет! Добро пожаловать в гости к мистике. Сегодня у нас с вами безумная история, в которой много странных моментов. Сначала она может показаться обычным делом о пропавшем ребенке. Но очень прошу вас, досмотрите до конца. Вас ждет парочка неожиданных поворотов. Но если вы впервые у меня на канале, то привет! Меня тут все называют «мистика», хотя канал не о привидениях и вампирах, а больше о криминалистике и о реальных делах. Так что смело подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. И заглядывайте в мои плейлисты. Там много похожих историй, одна хлеще другой. Я заметила, вы вообще обожаете всякие жуткие семейки. Взять ту же Барбару Бекиланд или семью Терпин. Но в то же время я получаю много сообщений о том, что вам тяжело смотреть видео про детей. Да, и мне тоже тяжело их снимать. Но именно такие истории, как сегодняшняя, учат ответственности и внимательности, и в частности, какому-то соседскому единению. Ведь если бы люди были более внимательны к своим соседям, эту катастрофу можно было бы предотвратить. Что-то я сегодня долго подвожу к истории, а пора бы уже начать погружаться в дело. Итак, похищение Шеннон Мэйтьюс. 19 февраля 2008 года домой не приходит Шеннон Мэйтьюс. Ее мать и отчим бьют тревогу. Они звонят в полицию, поднимают на уши соседей, самостоятельно организуют поиски девочки. Совсем скоро весь район прочесывают территорию вокруг дома и школы маленькой Шеннон. Все в ужасе. Девочка пропала буквально средь бела дня. И основной версией является похищение. Не побег, не что-либо другое, а именно похищение. На следующий день о Шеннон уже пишут в газетах. Новости о ней разлетелись по всей Англии. На протяжении следующих недель имя Шеннон Мэйтьюс будет звучать в каждом доме. Все знали ее имя, все следили за поисками. Такой резонанс это дело получило потому, что исчезновение Шеннон Мэйтьюс произошло всего через 9 месяцев после похищения Мэдлин Маккан. У меня было видео об этой девочке 2 года назад, но я его скрыла, потому что оно было очень низкого качества. Но если вкратце, то той девочке было 3 года, и она с родителями и друзьями отдыхала в Португалии. И одним вечером 3 мая 2007 года родители ее оставили в номере без присмотра и пошли ужинать. Дверь в их номер была закрыта, но через балкон, номер был на первом этаже, можно было легко попасть внутрь. И скорее всего именно так и похитили Мэдлин. За любую информацию о девочке и за безопасное возвращение Мэдлин домой было объявлено беспрецедентно огромное вознаграждение. Но даже это не помогло найти ребенка. Мэдлин остается самым известным похищенным ребенком, если не в мире, то как минимум в Англии и в Америке. И теперь, через 9 месяцев после этой печальной истории, когда люди еще не успели отойти от произошедшего, исчезает еще один ребенок, и тоже из Англии. И теперь тема пропавших детей, как открытая рана в британском обществе. Поэтому Шеннон искали особенно тщательно. И за Шеннон также объявили огромный выкуп, 50 тысяч долларов. Но что делает эту историю такой особенной? Ведь ежегодно исчезают тысячи людей. Большинство, к счастью, находится. Кто-то просто сбежал из дома, с кем-то случилась какая-то неприятность. Но и пропавших без вести тоже много. Так вот, чтобы узнать, чем закончилось дело Шеннон Мэтьюс, и что вообще произошло, давайте вернемся в самое-самое начало. Родителей Шеннон зовут Карен Мэтьюс и Леон Роуз. Она родилась 9 сентября 1998 года. Шеннон — третий ребенок у Карен. Причем предыдущие дети у нее были от двух разных мужчин, с которыми она долго не жила. Конкретно с отцом Шеннон Карен разошлась в 2001 году. И Леон взял старшего брата Шеннон и увез его в Хаддерсфилд, примерно в девяти милях от Дьюсбери, где все они жили. Из-за бытовых проблем, так Карен называла свою неприязнь к отцу девочки, Шеннон мало видела Леона, хотя очень любила его. Первое время Шеннон часто бывала у родителей Карен. Те сами вырастили шесть своих детей, и поэтому им не было сложно посидеть с одной внучкой. Они были даже рады и подарили ей много любви, которой ей так не хватало среди постоянных ссор родителей. И в 2003 году, через два года после развода с Леоном, Карен переехала жить в место под названием Морсайт. Причем к этому моменту, насколько я понимаю, у Карен было уже шесть детей от пяти разных отцов. О них мало информации, но тем не менее это довольно занимательный факт. Так вот, она приехала с тремя детьми в Морсайт. Это такой район для малообеспеченных семей, который изначально был промышленным центром. В Дьюсбери-Мур производили шерсть и ткани, в том числе для военных нужд. И большая часть населения городка была занята на предприятиях. Но к концу 70-х годов объемы производства начали сокращаться. Многие фабрики закрылись, люди стали терять работу. И так некогда тихий рабочий район превратился в криминальный центр. Преступность там зашкаливала. Но что делать людям, которым негде работать? Молодежь заканчивала школу и буквально оказывалась на улице. И к началу 2000-х социальные вопросы встали в этом районе особенно остро. Семьи жили на государственные пособия по безработице. Пенсионеры и дети признавались, что им было страшно прогуливаться по улице. Тогда правительство решило взять ситуацию в свои руки и постепенно превратить этот маргинальный район в обычный тихий городок. Ну и у них получилось. Поначалу полиция дежурила буквально на каждой улице, чтобы жители поняли, что здесь все под контролем. Во дворах установили лавочки и мангалы для барбекю, а для детей сделали детские площадки. Ветхие дома были восстановлены. И теперь район Морсайт стал желанным местом для тех, кто находился в поиске социального жилья. В Англии вообще достаточно развитая программа социального жилья. Ну и вообще социальной поддержки незащищенных слоев населения. Например, как раз вот таких вот семей, в которой родилась Шеннон. Ее мать Карен получала по 289 фунтов в неделю. И с рождением каждого ребенка эта сумма только увеличивалась. Я сначала подумала, что 289 фунтов это мало. Но если переводить в рубли почти по 100 рублей за фунт, то я просто сначала ошиблась на 1.0 и подумала, что это где-то 2.800 рублей в неделю. А потом я поняла, что 280 фунтов это по сегодняшнему курсу почти 30 тысяч рублей. И это в неделю, не в месяц. То есть люди живут в социальном жилье. Им дают деньги, которых точно хватит на еду. Да, в Англии все очень дорого. И 280 фунтов в неделю на большую семью это совсем немного. Но жить же можно, правильно? И что же делает Карен, когда переезжает в этот район? Она знакомится с Крейгом Миханом, который живет неподалеку и работает продавцом рыбы в супермаркете. Ему, кстати, на тот момент было около 18 лет. Он на 10 лет младше Карен. И уже через неделю после знакомства Крейг переезжает к ней. А еще через пару месяцев Карен уже беременна своим седьмым ребенком. Я не вправе осуждать тут Карен или кого-либо вообще за решения, которые они принимают по жизни. Но окей, семь детей от разных отцов. Каждому свое. Но все же какая-то не очень добрая мысль закрадывается в голову. Давайте узнаем Карен получше. На самом деле Карен как будто бы либо изначально не повезло в жизни, либо она не старалась как-то это исправить, ну вот там свое положение улучшить, либо и то, и то сразу. Сейчас объясню. Карен ушла из дома в 16 лет. В семье у нее был разлад. Она поссорилась с родителями и не виделась с ними годами после побега из дома. Но судя по тому, что родители Карен соглашались брать на некоторое время маленькую Шеннон, отношения у них с дочерью в конце концов наладились. Они, кстати, действительно были уверены, что Карен изо всех сил пыталась обеспечить своих детей и хотела сделать все возможное, чтобы им помочь. Но так ли это на самом деле? Или это родителям Карен только казалось? С конца 2002 по 2003 год Шеннон и ее братья и сестры были в реестре специальной комиссии, которая проверяла, в каких условиях содержатся дети, получают ли они образование и уход. И, судя по всему, все было хорошо. И в 2004 году семью Мэтьюс вычеркнули из этого списка, когда социальные работники сообщили, что детям не грозит серьезный вред. И это очень зря, потому что вскоре выяснилось, ну это рассказали друзья семьи, что Карен занимала у них деньги, чтобы заполнить холодильник едой перед проверкой. А так дети питались фастфудом, чипсами и конфетами. Вместо памперсов использовалось все, что угодно. От простых пакетов до занавесок. Вот на полном серьезе. Карен и Крейг принципиально не хотели тратить ни копейки на детей. А на что же они тогда тратили свои деньги? Ну, думаю, ответ тут очевиден. На алкоголь, сигареты и видеоигры. Ну, собственно, это все, что они делали. Они играли в видеоигры и тратили на собственную еду пособие, которое им платило государство. Детям ничего не доставалось. Вот это уже серьезно. И заслуживает не просто осуждения, а настоящего наказания. Карен вообще с самого начала пренебрегала своими детьми. Дома была грязь, никто из них не питался нормально, продукты появлялись только для проверок. И фактически пособия на детей были ее основным источником дохода. Чем больше у нее рождалось детей, тем больше она получала пособия на ребенка. Дети не могли не замечать такого наплевательского отношения. И конкретно Шеннон часто обижалась на мать и отчима, и они постоянно спорили и ругались. И после каждой ссоры Шеннон в слезах бежала к себе в спальню, где за отклеивающимися обоями на стене она писала «Я хочу жить с папой». Шеннон и правда мечтала уехать от своей матери и отчима. И накануне своего исчезновения Шеннон умоляла своего дядю, который жил неподалеку, оставить ее жить с его семьей. Настолько она не хотела находиться дома. Но дядя не согласился. Он попросил одну из своих дочерей проводить Шеннон до ее дома. И всю дорогу девочка плакала, не желая возвращаться к матери и отчиму. И вот наступило 19 февраля 2008 года. Шеннон проснулась утром и, кажется, забыла об очередной ссоре с матерью, которая произошла прошлым вечером. Мысли Шеннон были только об одном. Сегодня у нее будет первый урок по плаванию. Она упаковала купальник в портфель и спустилась из своей комнаты. В гостиной ее ждала Карен, которая продолжала злиться на дочь. Судя по всему, тут у них снова завязалась ссора. И, выходя из дома, Шеннон услышала грозное «Можешь не возвращаться!» И это были последние слова, которые Карен скажет своей дочери. И дверь захлопнулась. Шеннон и ее одноклассники отправились в плавательный центр. Все прошло прекрасно. А затем автобус отвез их обратно к зданию в школу, где Шеннон и ее одноклассники оказались уже в 15.10. И в это время, согласно показаниям свидетелей, Шеннон видели в последний раз. Куда девочка ушла потом, неизвестно. Никто ее больше не видел. Друзья девочки говорили, что она с ними попрощалась и отправилась домой. Но домой она так и не дошла. В 18.48 Карен позвонила в полицию. В Англии это номер 999. Вот запись ее звонка. Полиция, что у вас случилось? Я хочу заявить о пропавшем ребенке. Пропала моя дочь. Сколько ей лет? Девять. Девять? Да. Когда вы видели ее в последний раз? Она пошла в школу утром. Вы не ссорились? Нет, нет, совсем. Вы уже звонили друзьям и общались еще с кем-то? Да, я уже обошла всех. Друзей, родственников. Никто ее не видел? Можете мне сказать, где она может быть? Нет. Она всегда в школу ходит сама и приходит домой одна? Да. То есть вы ждали ее домой к четырем? Около 3.30. У нее есть с собой мобильный телефон? Нет, он лежит дома. То есть звонить бесполезно? Да. И вы уже всем друзьям сказали? Да. И родственникам тоже? Да. И больше ни у кого дома она не может быть? Да. Вы в школу звонили? Они могут подтвердить, что она была в школе? Она вышла из школы, как обычно, в 3.30. Как ее зовут? Шеннон Мэтьюс. Она раньше пропадала? Нет, это первый раз. А не было никаких личных причин для побега? Нет, вообще нет. Итак, время пошло. В первые 24 часа можно собрать самое большое количество улик. И у похищенного самые большие шансы быть найденным. Поэтому и полиция, и жители района мобилизовали все свои силы и начали поиск ребенка. Полиция прибыла в дом Карен примерно в 7.15 вечера. Но в тот момент только Крейг и другие дети были дома. Сама же Карен уже отправилась на поиски Шеннон. Спустя некоторое время Карен приехала домой. Она была явно расстроена, когда полицейские попросили ее ответить на интересующие их вопросы. Карен настаивала, что Шеннон ни за что не убежала бы из дома. Она была счастлива дома. Ее должно быть похитили. И вообще, почему офицеры сейчас допрашивают Карен, когда нужно искать похитителя? Карен неоднократно повторяла. Я знаю, что она где-то там. Она жива. Затем полиция появилась у дома отца Шеннон, Леона, чтобы проверить, не могла ли она уехать к нему. Ведь за 6 месяцев до исчезновения Шеннон регулярно навещала своего отца и любила проводить с ним время. Но девочки дома у Леона не было. Как только он узнал, что Шеннон пропала, он сразу же отправился в Дьюсбери-Мур, чтобы присоединиться к поискам. К тому моменту все соседи уже прочесывали территорию городка. Поиски продлились до 4 утра следующего дня. Но Шеннон так и не нашлась. Все очень забеспокоились, потому что сначала многие думали, что девочка может где-то прятаться. На улице или в заброшенном доме, может в лесу. Но в ту ночь температура воздуха опустилась до 9 градусов. Так что она явно может находиться в опасности. Так наступил второй день поисков Шеннон Мэтьюс. 20 февраля уже 200 полицейских искали девочку. Они стучались в двери всех жителей городка, расспрашивали соседей Карен и проверяли любые места, в которых, по их мнению, мог спрятаться ребенок. Небольшие леса, холмы, болото – все было прочесано волонтерами и поисковыми командами. Теперь полиция начала верить матери Шеннон. Действительно, ребенок, скорее всего, был именно похищен, а не просто сбежал. Женщина по имени Джули Бужби, которая была главой ассоциации арендаторов в этом районе, взяла в свои руки организацию волонтеров для поисков Шеннон. Общественный центр Дьюсбери стал настоящим штабом для волонтеров. Жители были полны решимости сделать все возможное, чтобы помочь найти Шеннон. Многие бросили все свои дела, чтобы участвовать в поисках. Всего было задействовано более 250 офицеров полиции и 60 детективов, и почти все жители района тоже участвовали в поисках. Полиция западного Йоркшира опросила полторы тысячи автомобилистов и наведалась в три тысячи домов. В этот же день, 20 февраля, полицейские вернулись в дом Карен, чтобы поговорить с ней и с Крейгом, и попытаться собрать любую информацию, которая может помочь в поиске. Начальник местного полицейского отделения провел экстренную пресс-конференцию. Он заверил общественность, что полиция делает все возможное, чтобы найти Шеннон в целости и сохранности, и что они используют все имеющиеся для этого ресурсы. Полицейские также попросили Карен не разговаривать со СМИ, так как это может усложнить расследование и подвергнуть жизнь Шеннон опасности. Ведь пихетители тоже могут смотреть телевизор, чтобы быть в курсе того, как продвигаются поиски. Однако Карен проигнорировала это предупреждение. Тем же вечером она вышла из дома на крыльцо, где уже давно собралась толпа репортеров. Карен предстала перед ними с плюшевым мишкой в руках. Она обратилась через камеру к предполагаемому похитителю и умоляла его вернуть ее принцессу домой. Я тебя очень люблю. Все тебя очень любят. Твой отец очень по тебе скучает, Шеннон. Он тоже ищет тебя. Если кто-нибудь знает, где моя дочь, где моя принцесса, верните ее домой. Увидев это, лучшая подруга Карен по имени Натали смутилась. Карен никогда не называла свою дочь принцессой. Да и медвежонок тоже был какой-то странный. Натали спросила, что это был за медведь. Это был медведь Шеннона или чей-то еще? И Карен просто ответила, что и сама особо не знает. Затем, к 21 февраля, более 200 жителей Мурсайда и окрестностей присоединились к поискам Шеннон. По всему городу висели плакаты с фотографиями Шеннон, а местные жители надели одинаковые футболки с надписью «А вы видели Шеннон Мэтьюс?». В этот день газета The Sun предложила вознаграждение в размере 20 тысяч фунтов за любую информацию, которая приведет к возвращению Шеннон домой. Потом эту сумму увеличили до 50 тысяч. Поиски продолжились. 26 февраля, когда с момента исчезновения девочки прошла неделя, поиски не утихли, а наоборот нарастили объемы. Теперь в поисковые группы входили эксперты по поведению, специальная группа ученых, команды горных спасателей и специально обученные собаки. Так проходит еще одна неделя. Карен и Леон решают выступить на пресс-конференции. Карен надела футболку с надписью «Помогите найти Шеннон» и снова взяла с собой плюшевую мишку. На удивление Карен выглядела как-то спокойно. Она не показывала вообще никаких эмоций, что очень контрастировало с ее первым появлением перед прессой. Там она плакала и молила о возвращении дочери. Но Карен продолжала верить, что Шеннон еще жива и что необходимо продолжать поиск. Основной район поисков был рядом со школой и по пути от школы домой. Поиски Шеннон стали крупнейшей операцией в западном Йоркшире со времен расследования йоркширского потрошителя, которое проводили 30 лет назад. О нем, кстати, можно снимать вообще отдельное видео. Напишите в комментарии, если хотите увидеть его. Хотя, как мне кажется, внимание заслуживает не столько даже он сам, сколько его жертвы. Ими были проститутки. Ну и это вообще не простая тема, так как если вы давно смотрите мой канал, то вы замечаете, что именно девушки этого рода деятельности очень часто попадают в лапы таких хищников. Я ушла от темы. Взвращаемся к Шеннон. Естественно, с каждым днем рождались и разные версии того, что могло случиться с Шеннон. Кто-то говорил, что ее отчим к ней жестоко относился. Кто-то верил, что она и правда сбежала. Кто-то же уже не надеялся найти девочку живой. Что же предприняли следователи для ускорения поисков Шеннон? Дома у Карен полиция собрала полный набор отпечатков пальцев девочки. Они получили профили ДНК Карен и Крейга, а также братьев и сестер Шеннон. И благодаря этому смогли собрать полный профиль ДНК самой Шеннон. Почему для получения образцов ДНК не взять, допустим, просто ее расческую или зубную щетку, как все совместные преступления, мне не ясно. Ну ладно. Карен и Крейг также помогли детективам составить полный список родственников Шеннон. Они нарисовали настоящее семейное древо. Там было собрано более 350 имен, и к каждому полиция намеревалась наведаться и расспросить о Шеннон. Скорее всего, они рассматривали близких родственников, потому что, судя по всему, именно родственники чаще всего играют главную роль в исчезновении детей. Либо они просто их скрывают у себя, либо по-настоящему похищают. Намерение, в принципе, хорошее — допросить каждого, но это растянется на неопределенный период. И к тому же внезапно полицейским приходит сообщение о том, что в этом списке родственников не хватает одного имени. В списке не было дяди Крейга по имени Майкл Донован. Ну, пропустили они кого-то, бывает, и 350 человек собрать уже сложно. Неудивительно, что одного человека из сотен упустили. Но все оказалось интереснее, когда детективы узнали, что этот человек живет очень близко к месту исчезновения Шеннон. Он жил в полутора километрах от дома Карен. И что еще было странно, так это то, что он не числился среди волонтеров. Хотя, по сути, это его родственница, и живет он близко. Почему бы не помочь поисковым отрядам? Майкл Донован тоже жил на пособии от государства, потому что он получил травму головы в аварии, и ему дали инвалидность. Узнав все это, 14 марта 2008 года детективы отправились в дом Донована. К этому моменту расследование официально зашло в тупик. Полицейские осмотрели более 700 домов, поговорили с десятками друзей и родственников Шеннон, но становилось понятно, что расследование не продвигалось совсем. Никаких зацепок, никаких следов. Часто бывает так, что пропавшего человека ищут, но находят, например, его одежду в лесу. И это, скорее всего, означает, что живым его уже не найдут. А здесь не было ни одной улики, хотя всю мыслимую и немыслимую территорию прочесали волонтеры и специальные собаки. Так вот, детективы по фамилии Таунсенд и Кэтвелл прибыли в многоквартирный дом, где жил дядя отчима Шеннон, Майкл Донован. Они постучали в дверь, но никто не ответил. Тогда детективы постучались к соседям, и они им сообщили, что Донован должен быть дома, так как его машина припаркована на улице, а он без машины никуда не ездил. Детективы спустились на первый этаж и постучались к соседке снизу. Они хотели узнать, не слышала ли она чего-нибудь странного. Женщина кивнула и рассказала, что слышала, как Донован ходил по квартире тем утром. Она также призналась, что в последние несколько недель она слышала шаги, похожие на детские. Она решила, что у новой девушки Донована был ребенок. И это этот ребенок бегает по дому. Вот это уже серьезное заявление. Теперь детективы были готовы на все, чтобы попасть в эту квартиру. Они принимают решение выломать дверь и посмотреть, что происходит в квартире Донована. Уж лучше ошибиться и поставить ему потом новую дверь, чем уйти, зная, что там в заперти может находиться похищенный ребенок. Выбив дверь, они оказались в пустом коридоре, который вел к комнатам. Они осмотрели каждую комнату. Поняв, что в квартире никого нет, детективы были готовы признать, что их теория не подтвердилась. Как вдруг они увидели еще одну дверь в еще одну спальню. Она была заперта изнутри. Не задумываясь, они выбили дверь и оказались в небольшой комнате. В ней пахло только что потушенной сигаретой, а одеяло на кровати было еще теплым. Кто-то только что на нем лежал. Как это возможно, если дома никого нет? Стоя в полной тишине, детективы слышат тихий детский плач и слова «Перестань, ты меня пугаешь!» Звук доносился из-под кровати. Это была раскладная кровать с выдвижными ящиками снизу. Когда офицеры попытались приподнять эту кровать, они не смогли этого сделать. Настолько она была тяжелая. И тут из одного из ящиков вылезла маленькая девочка. Шатаясь, она попыталась встать, но не смогла. Это была Шеннон Мэтьюс. Детективы не могли поверить своим глазам. Она живая. Детектив Пол Кэтвелл рассказал в интервью BBC следующее. Я услышал голос Шеннон в спальне. Я ясно слышал, как она сказала «Перестань, ты меня пугаешь». Хотя я понимал, что слышу ее, я не знал, где она. А потом я услышал движение под кроватью. Когда я подошел к дальней стороне кровати, с обратной стороны появилась голова Шеннон. Я протянул руку, поднял Шеннон и вынес ее из комнаты. Я не мог поверить, что нашел ее. Мы нашли Шеннон, и она жива. Я просто не мог поверить своим глазам. Детектив Кэтвелл быстро поднял ее на руки и направился с ней к выходу. Но по пути он спросил у нее, где сам Донован. И Шеннон ответила, что он тоже под кроватью. И это было правдой. Офицеры заглянули в щель в ящике и увидели, что Донован лежал калачиком в углу. Они приказали ему быстро выходить наружу, но он не сдвинулся с места. Еле-еле полицейские смогли его вытащить из-под кровати и дотащить до машины. Донован сопротивлялся и кричал. Он вел себя неадекватно. Естественно, это привлекло внимание соседей. И один сосед увидел детектива Кэтвелла, несущего девочку на руках, и спросил, не Шеннон ли это? Детектив кивнул. Так и есть. И с ней все в порядке. Шеннон посадили в полицейскую машину и сказали ей, что теперь она в безопасности. Она была помещена под охрану и доставлена в службу неотложной помощи. В это время команда криминалистов установила специальную палатку возле дома Донована. Они искали в доме отпечатки пальцев и взяли пробы ДНК для экспертизы. Когда они осматривали квартиру, они обнаружили там нечто пугающее. С потолка чердака спускалась веревка и, судя по всему, к этой веревке Донован привязывал Шеннон, когда уходил из дома. И ее длины хватало ровно от туалета до кровати. Видимо, чтобы она не смогла сбежать или привлечь внимание, выглядывая в окна. Донован также написал для девочки правила, как себя вести, когда его нет дома. Вот они. Не шуметь и не топать ногами. Не подходить к окнам. Ничего не заказывать и ничего без меня не делать. Смотреть телевизор только на низкой громкости. Можно играть в игру Супер Марио, включать DVD и слушать музыку на CD. IPU. Расшифровывается, как я тебе обещаю. А под кроватью, где была найдена Шеннон, лежал транквилизатор Тимазипам и лекарства от морской болезни. Криминалисты также нашли 600 фунтов наличными, свежую газету Sun, в которой сообщалось о вознаграждении за информацию, которая приведет к безопасному возвращению Шеннон. Ну и если вам кажется, что все, дело раскрыто, что похититель найден, то подождите, это только середина истории. Конечно же, здорово, что девочка найдена живой, но вот теперь детективам предстояло разобраться, кто и зачем ее похитил, и что вообще происходило с ней в этом доме. А пока новости о том, что Шеннон найдена живой, быстро распространились по всей Англии. Вскоре все обнимали друг друга и плакали от радости. Жители звонили друг другу и рассказывали чудесные новости. Соседи Карен не выдержали и сбежались к дому и кричали, что Шеннон нашли. Услышав эту новость, Карен сначала замерла от изумления, а потом расплакалась. В городе был просто праздник. Кто-то вытащил колонки и включил музыку, кто-то даже запустил фейерверк. Люди танцевали, выпивали, даже в школах всех детей собрали вместе и рассказывали им о Шеннон. Полицейские направились к дому Карен, чтобы сказать ей, что и правда девочку нашли. Услышав это, Крейг заплакал, а Карен отвернулась, чтобы скрыть свои эмоции. Детективы предложили отвезти их обоих в отделение, чтобы они смогли увидеть Шеннон. И родители согласились. Но встреча могла произойти только через стекло, чтобы сохранить улики. Шеннон вела себя спокойно, она была немного смущена. А Карен вела себя странно для матери, которая три недели не видела свою дочь и не знала, жива ли она вообще. Она просто стояла, не проявляя никаких эмоций. А потом она посмотрела на Шеннон и проговорила «О, у нее новые одежды». И все. Майкл Донован, похититель Шеннон, в это время сидел в полицейском участке со своим адвокатом, составляющим заявление. Все ждали от него объяснений произошедшего. И вот, что он рассказал. По его словам, на похищение его вдохновила Карен, мать девочки. Они с Карен познакомились через отца Крейга и поговаривали, что между ними вообще завязался роман. Ее план состоял в том, чтобы Донован скрыл Шеннон у себя дома, а Карен заявила бы об исчезновении дочери. И как только вознаграждение за возвращение Шеннон достигло бы 50 тысяч фунтов, она чудесным образом нашлась бы. И Карен, и Донован потом разделят деньги. Отличный план, надежный, как швейцарские часы, как говорится. Но вышло так, что Шеннон нашли до того, как Карен передала Доновану дальнейшие указания. Майкл Донован сказал детективам, что он вообще не хотел во все это ввязываться, но Карен ему угрожало. Он также признался, что не причинил никакого вреда девочке. Он присматривал за ней и покупал ей новую одежду и игрушки. Детектив Энди Брэннон из отделения полиции западного Йоркшира об этом плане сказал следующее. Мэдлин Маккан дала им идею собрать деньги. Ясно, что дело Мэдлин все еще было у всех на слуху. Карен Мэтьюс – это настоящее зло воплоти. Трудно представить, какая мать могла бы заставить дочь пройти через это. Детективам также сообщили, что Кейт и Джерри Маккан, родители той первой пропавшей девочки, получали телефонные звонки и электронные письма от семьи Карен с просьбой получить финансирование из фонда Мэдлин Маккан. Кейт и Джерри были готовы пожертвовать 25 тысяч фунтов, но полицейские посоветовали им этого не делать. Тем временем в полиции у Шеннон все было хорошо. Она оставалась на попечении социальных служб. Каждый день полицейские, специально обученные для общения с детьми, проводили с ней 10-минутные допросы в комнате, оформленной как классный кабинет. И 17 марта Доновану было предъявлено обвинение в похищении человека, в незаконном ограничении свободы и в совершении действий, направленных на извращение правосудия. Он не мог появиться в суде лично, поэтому ему был организован видеозвонок прямо из тюремной камеры 26 марта. И дата его суда была назначена на 11 ноября. А что же с Карен? Жители городка стали замечать, что она не казалась счастливой, она не была рада, что Шеннон нашли, не спрашивала, когда Шеннон вернется домой, и даже не выражала презрения по отношению к Доновану за похищение ее дочери. Одна из близких подруг Карен, Натали, вспомнила, как Карен вела себя, когда Шеннона еще не нашли. И вот, что она рассказала во время интервью для BBC. Это был обычный день у Карен дома. Она и Крейг смеялись и шутили, играли в компьютерные игры, как будто я просто зашла чай попить. Я хотела поговорить с Карен наедине, но это было невозможно. Крейг постоянно был рядом. А если он уходил, то с ней все равно кто-то оставался. И как только я заходила в комнату, все замолкали. А шеф полиции Байри Саут встретился с Карен в самом начале поисков, еще до ее общения со СМИ. Он говорил, что Карен выглядел расслабленной и беззаботной, когда вокруг не было репортеров. Но как только они появлялись, она быстро надевала на себя маску обеспокоенной матери. Он говорил Ну вот тут он достаточно жестко высказался о Карен. Все-таки аутизм — это не шутки, и так говорить официальному лицу объективно нельзя. А когда полицейские сказали Карен и Крейгу, что Шеннон пока не сможет вернуться домой из отделения, ну и там нужно закончить допрос и выяснить, не подвергалась ли она насилию, Карен ответила на это одним словом. Хорошо. Прессе сказали, что домой Шеннон не отпустят, пока не выяснят точные обстоятельства. Но на самом деле и Карен с Крейгом, и общественности следователи солгали. Реальной причиной, почему девочку держали в отделении, было то, что Донован сдал Карен. И возвращать домой Шеннон было бы просто глупо, если Карен была не просто соучастником, а самым настоящим вдохновителем. Дома у семьи также провели обыск, и 2 апреля внезапно Крейг был задержан по подозрению в хранении детской порнографии. Ее обнаружили следователи на компьютере молодого человека. И 3 апреля его заключили под стражу. Ну, а это очень серьезное вообще обвинение, я думаю, все понимают. Теперь, после ареста Крейга, друзья Карен не знали вообще, что и думать. Они же не знали о том, что Донован сознался, но, тем не менее, они все больше начинали подозревать Карен. И всякий раз, когда они пытались задать ей вопросы о том, что произошло, она увиливала и не отвечала на них. Важный момент здесь еще и в том, что сосед Донована регулярно видел, как Карен и Крейг приезжали к Майклу во время поисков Шеннон. Джули Бужби, глава ассоциации арендаторов, и подруга Карен по имени Натали Браун не могли больше все это терпеть. Ведь если Карен причастна к похищению, то ее нужно срочно сдать властям. А если нет, то нужно разобраться, почему она так странно себя ведет. Ведь это же ее дочь. Вот что рассказывала Натали. В первый день, когда Шеннон объявили пропавшей без вести, все читалось у Карен в глазах. У нее был такой взгляд, словно она хотела что-то сказать, но говорила она совершенно другое. Сразу же моя интуиция подсказала мне, что что-то не так. Карен продолжала заниматься обычными делами, наводила порядок дома. Как будто Шеннон просто пошла к подруге. Это в голове не укладывалось. Мы не знали, кому можно доверять, а кому нельзя. В конце концов я сказала, что нам нужно увидеться с ней и спросить обо всем напрямую. Она вместе с Джули связалась с женщиной-детективом по фамилии Фримен. Они сказали ей, что планируют поговорить с Карен, и Фримен согласилась помочь им, потому что тоже отмечала подозрительное поведение матери девочки. Офицер Фримен выступала как посредник между следователями и семьей, поэтому она вот так вот легко согласилась помочь женщинам. И вот у них созрел план. Женщины вместе с Карен сели в машину офицера Фримен, а Карен посадили вперед. Судя по всему, ей сказали, что они поедут в участок давать показания. Карен сидела и смотрела перед собой, избегая зрительного контакта со своими подругами и с женщиной-полицейским. И тут Натали говорит. Послушай, Карен, я не собираюсь ходить вокруг да около. Я видела многое, что ты говорила и делала, и я не могу ничего понять. Но я знаю, что что-то подозрительное здесь происходит. Карен молчит. Тогда в дело вступает Джули. Она спросила, может ли Карен быть причастна к исчезновению Шерон. И тут Карен делает глубокий вдох, выдыхает и грустно говорит. Да, это правда. Получается, Карен во всем призналась. По словам детектива Кристин Фримен, без помощи этих двух женщин, и в частности без Натали, получить от Карен признание было бы очень сложно. Итак, 6 апреля Карен была арестована по подозрению в попытке препятствия осуществления правосудия. И 8 апреля к этому обвинению добавилось еще и обвинение в отсутствии надзора над детьми. Полиция пришла к выводу, что похищение было спланировано следующим образом. Карен попросила Донована встретиться с ней в местном кафе. Она предложила ему притвориться, что ее старший сын пропал, а Донован просто его спрятал бы у себя дома. Донован отказался. Он даже не общался с ее старшим сыном. Как он будет его держать в заперти? Мальчик же даже не будет ему доверять. Тогда Карен решила, что сына можно заменить на дочь. Шеннон будет отличным претендентом. В основном потому, что она девочка, а девочки вызывают больше сочувствия, и, соответственно, за них обещают большее вознаграждение. Это вот такая вот логика у Карен, естественно. Карен сказала Доновану, что заявит о пропавшем ребенке, и как только вознаграждение достигнет 50 тысяч фунтов, она сообщит ему, что делать дальше. Карен написала свой план на листе бумаги, она отдала его Доновану и велела ему после прочтения эту бумажку не сжечь, а спустить в унитаз. Донован настаивал на том, что он не хотел участвовать во всем этом, но Карен прегрозила, что тогда натравят на него настоящих убийц. Она якобы знала парочку профессионалов. И тогда он согласился. Но в полицейском участке на допросе Карен не признавала этого, хотя очевидно, что, скорее всего, все было именно так. Но у Джули Бушби есть свое мнение. Она считает, что Карен не настолько умна, чтобы придумать такой план. Хотя я, конечно, не знаю, кто может вообще посчитать этот план гениальным, ведь в любом случае кому-нибудь пришлось бы отправиться в тюрьму. Как Донован планировал получить вознаграждение? Кто-то же должен был сообщить о том, что ребенок у него. Или они планировали подставить еще кого-то. И меня еще смущает, что эти люди просто не знали бы, что делать с суммой, которую они получили. Ведь 50 тысяч фунтов – это действительно много. В рубли переводить бессмысленно, но просто для сравнения это 4 с лишним миллиона рублей. Получив такие деньги, они бы, не знаю, что-то похуже могли даже вытворить. Например, уйти в запой, на них могли напасть те же соседи, допустим, из бывшего неблагополучного района. Кто знает, что было бы с детьми. Ну, в общем, хорошо, что план не удался. Так вот, Джули Бурби рассказывала, что во время исчезновения Шеннон газета The Sun описывала район Морсайт фразой «Как берут, только хуже». Даже лидер консервативной партии Дэвид Кэмерон, ставший премьер-министром, написал, что Шеннон Мэтьюс происходила из сообщества, столпами которого являются преступность, безработица и наркомания, где образцами для подражания являются преступники, лжецы и безбожники. Еще Джули рассказывала, что пока Карен была за решеткой, ее посещал только один человек, сама Джули. «Я ездила к ней каждый месяц в течение четырех лет, потому что я хотела получить ответы. И в конце концов, она была моей подругой». А вот, что Джули рассказывала журналисту Radio Times о том дне, когда Шеннон пропала. «Я гладила белье. Кто-то позвонил и спросил, могу ли я открыть общественный центр. Я спросила, зачем? Мне ответили, Шеннон пропала. Я подумала, что она вернется к вечеру, но я все равно открыла центр. Эта новость быстро распространилась по городку, и люди начали искать ее. Мы были просто на автопилоте и делали все, что могли. Я бы не сказала, что в начале у нас были какие-то эмоции. Не в первый вечер. Мы подумали, что, может быть, она просто осталась у кого-то дома. Она точно должна быть жива. Когда человек умирает, полиция всегда что-то находит. Обувь, одежду. Но они не нашли даже ее купальный костюм. Так что, если одежду не нашли, то и тела нет». Джули добавила, что у нее не было ощущения, что Карен была связана с исчезновением Шеннон. Но она быстро начала подозревать, что женщина что-то недоговаривает. Еще Джули рассказывала, как однажды продавец в местном магазине бесплатно накормил обедом всю семью Карен, на что мать семейства ответила, «Ох, вот бы мои дети пропадали почаще». Ужас, да? Так говорить о своих детях. Почему же Карен так себя вела? Джули говорит, что ключ к пониманию Карен лежит в осознании того, что она ребенок в теле взрослого. Она получала удовольствие от славы, которую ей принесло исчезновение дочери. Карен убежала из дома в 15 или 16 лет, и она почти не видела своих родителей. Ей никто не объяснял, как общаться, как справляться с определенными ситуациями. Но она обожала внимание. Она не понимала, когда люди ее обманывали и использовали в своих интересах. Люди, которых она считала своими друзьями, часто втягивали ее в разные ситуации. Рассказывала Натали. Джули говорила, нужно лично встретиться с Карен, чтобы понять, насколько она ребенок. На письмах, которые она писала мне из тюрьмы, она рисовала маленькие деревья и цветы. Она разноцветными карандашами писала мне, что мы лучшие друзья навсегда. Что же она получает от своей дружбы с женщиной, которую она обвиняет в наглой лжи? Я не получаю ничего от дружбы с ней. Но ей должно быть очень одиноко сейчас. Мне просто ее жаль. Именно по этой причине, из-за такой незрелости Карен, Джули называют ее глупой, а не злой. Она убеждена в том, что мотивом женщины были далеко не деньги. Почему Джули может быть так уверена в этом? Потому что, когда все раскрылось, Карен предлагали деньги за интервью в газетах и на телешоу. И она ни разу не приняла эти предложения. И вообще, по мнению подруги Карен, все куда сложнее. Скорее всего, Карен хотела просто сбежать от своего бойфренда, от Крейга. Вы же помните, что у него на компьютере нашли запрещенные материалы, связанные с детьми. Может быть, Карен тайно вывезла Шеннон из своего дома, и это был такой первый шаг к спасению от Крейга. Но прежде, чем она смогла сбежать с остальными детьми, об исчезновении девочки узнали друзья и родственники, и Карен пришлось сообщить в полицию, что ее дочь пропала. Верить в это или нет, не знаю, пишите, что думаете. А мы пока перейдем к наказанию. Что же стало с Карен, Крейгом и Донованом? Карен и Донован предстали перед судом лица 11 ноября 2008 года. Процесс длился три недели. Во время суда выяснилось, что в крови Шеннон были следы темозепама и мелкозина, которые использовались для того, чтобы успокоить девочку. Но еще более шокирующими были результаты токсикологических тестов, которые показали, что Шеннон принимала эти препараты в течение 20 месяцев еще до ее похищения. Так что теория с побегом как-то не особо тут вяжется, если честно. Во время суда адвокаты Шеннон также сообщили, что девочка жаловалась на кошмары и что ей потребовались сеансы психотерапии. Карен во время своего выступления в суде плакала и отрицала, что имела отношение к похищению Шеннон. По словам Карен, это Крейг заставила ее взять на себя вину. Она уверяла, что боялась Крейга и чувствовала, что должна ему подчиниться. Тем не менее, суд присяжных признал Карен и Донована виновными в похищении ребенка, в противоправном ограничении свободы и в препятствии осуществления правосудия. Надеюсь, я правильно перевела эти юридические термины. Если нет, то поправьте меня. И Карен, и Донована приговорили, как вы думаете, к скольким годам тюрьмы? Правильно, к восьми. Но они уже вышли через четыре года, в апреле 2012 года. Много это или мало, и насколько справедливо, тоже решайте сами. Хотя от наших разговоров, конечно же, ничего не изменится. После освобождения Карен переехала на юг Англии с новым именем и с новой внешностью. Да, там заботятся о том, чтобы человек мог вернуться к нормальной жизни. А Крейг после освобождения, как сообщается, переезжал из дома в дом, и совсем недавно его заметили в Дьюсбери, недалеко от дома, в котором он когда-то жил с Кареном Шенноном. Про жизнь Майкла Донована после тюрьмы почти ничего не известно. Но сейчас он выглядит вот так. И, скорее всего, живет так же, как он жил раньше. Было проведено расследование в социальных службах, чтобы выяснить, можно ли было предотвратить это похищение и сразу увидеть проблемы в семье. В июне 2010 года был опубликован обзор, в котором говорилось, что профессионалы никак не могли предвидеть, что похищение произойдет с подачи матери Шеннона. Единственный способ избежать этого заключался в том, чтобы забрать Шеннон из дома. Но нет никаких доказательств того, что это было бы оправдано и лучше, чем то, что она пережила. Ну, короче, ведь, правда, социальные службы здесь недосмотрели, но в итоге они оказались не виноваты. По подсчетам, которые мне удалось найти, вся эта заварушка, которую организовала Карен Мэтьюс и ее сообщник, обошлись налогоплательщикам почти в 250 тысяч фунтов. Это напоминает историю Наташи Райан. Ее поиски тоже дорого стоили, а она просто пять лет пряталась в шкафу. Ссылку на это видео я вам оставлю в описании. Что же стало с детьми? Шеннон и ее братья и сестры получили новые имена и их всех по отдельности разместили в приемные семьи. Неизвестно, почему Леон, отец Шеннон или ее бабушка и дедушка Гордона Джун не получили опеку над ней, ведь это был бы идеальный вариант, она же их так любила. Сейчас Шеннон уже 22 года, возможно, у нее уже своя семья и все хорошо. Хочется верить, что после похищения Шеннон оказалась в хороших руках в любящей семье, но в любом случае риск оказаться снова в семье с пьющей матерью, которая использует своих детей для пособий, наверное, был не очень большой. Таких семей все-таки не так много. Дом Карен пустовал, двери и окна заколотили, а соседи, которые были в ужасе от произошедшего, решили выместить злобу на доме семьи. Его буквально хотели разрушить. По этой истории есть двухсерийный фильм. В роли Джули Бушби там Шеридан Смит. История показана ее глазами. И режиссер этого фильма говорит, что есть постановление суда, запрещающее кому-либо связываться с Шеннон Мэйчерс. Так что точно неизвестно, где она и как она поживает. Вот такая вот история, друзья. Кто здесь виноват? Конкретная мамаша или вся система? Я считаю, что поддержка малоимущих очень важна, но вот такие вот примеры просто заставляют меня терять веру в человечество. У них есть дом, у них есть деньги на еду, но почему бы не постараться не найти работу? Они могли бы получить хоть какую-то специальность, развиваться. Ну, короче, печально, что от этого пострадала Шеннон. Давайте перейдем в комментарии и обсудим это там. Как всегда, кидайте видео друзьям, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк под видео, если вам было интересно. Ну, а теперь я с вами буду прощаться. Всем спокойной ночи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok